Здравствуйте, меня зовут Вадим Рыбалко. Я являюсь разработчиком .NET приложений на языке C-Sharp. Я рад вас приветствовать на информационном ресурсе для разработчиков ITVDN. И мы продолжаем изучение нового курса под названием Universal Windows Platform Community Toolkit Advanced. Мы продолжаем изучение компонентов раздела расширения. И на сегодня у нас стоит задача изучить еще 5 элементов этого Toolkit. Такие как ScrollViewer Extension, String Extension, SurfaceDialTextBox, TextBoxMask и TextBoxRgex. Расширение ScrollViewer обеспечивает простой способ управления маржин для любого scrollbar внутри любого контейнера. Свойство VerticalScrollBarMargin позволяет назначить толщину вертикального scrollbar вашего контейнера. Ну а свойство HorizontalScrollBarMargin работает так же как и вертикальное. С появлением этого класса стало немного легче, ибо он очень выручает. Так как же он работает? Разработчики могут использовать класс StringExtensions и проверять строки по сравнению с обычным сценарием. Как вы видите, на слайде у нас существует метод, который проверяет строку или переменную и возвращает определенное значение. Всего методов 10, и мы их чуть попозже рассмотрим. Так, как вы видите на примере, на слайде у нас есть, к примеру, адрес, который мы можем проверить с помощью этого StringExtensions. Мы подключаем метод .isEmail и у нас возвращает валидный это email или же нет. Так же и с помощью свойства isDecimal мы можем проверить является это число или нет. Итак, давайте рассмотрим первые 5 методов, которые возвращают true или false, а именно булевское значение. Первый это isEmail и стримовое значение в виде параметра. Оно возвращает буллиан и, как вы видите, самого названия нам говорит о том, что является это строка email или же нет. Мы будем использовать общий регулярный адрес электронной почты, который был принят официальным стандартом RFC 5222. Следующий метод это isDecimal, который возвращает является ли указанная строка допустимым десятичным числом или же нет. Метод isNumeric возвращает является ли указанная строка действительным целым числом или же нет. Метод isFoneNumber говорит сам за себя, он возвращает значение булевское, которое говорит о том, что является эта строка номером или нет. И метод isCharacterString возвращает содержит ли строка только буквы или же нет. И вторая часть методов это те, которые возвращают уже строку. Есть метод toSafeString, он преобразует объект в нашу строку. Метод decodeHTML, он декодирует HTML строку. fixHTML применяет регулярное выражение к строке HTML для удаления комментариев, скриптов или же стилей. Просто чистый HTML. Метод truncate обрезает и усекает указанную строку до указанной длины. С помощью этого метода, у которого есть два параметра, вы передаете в первый параметр саму строку. И вторым параметром это intовское значение, которое указывает до какой длины вам нужно урезать. И еще один перегруженный метод это метод truncate. Обрезает или усекает указанную строку до определенной длины и добавляет эллипсис. В конце строки, когда установлено значение true. То есть, в третьем параметре мы указываем добавлять эллипсис или же нет. Напомню, что эллипсис это три точки. Следующий элемент, который мы рассмотрим это surfaceDialTextBox. И именно свойство surfaceDialTextBox helper. Он добавляет функции из элемента управления surfaceDial в числовой textBox. Это позволяет вам изменять содержимое текстбокс при повороте surfaceDial, увеличении или уменьшении значения. И при необходимости перейти к следующему элементу фокусировки, нажав кнопку щелчка по поверхности. У этого элемента есть свойства, которые позволяют управлять неким содержимым. Единственная загвоздка это то, что такого элемента у меня нет. Такого гаджета. И проверять или протестировать мы, к сожалению, не сможем. Для того, чтобы вы понимали, это выглядит как код, который вы видите у себя на слайде. Который ничего не добавлялось, еще чего-то неописуемого. Просто при подключении компьютера он понимает, что вы работаете именно с surfaceDial. И уже от настроек элемента этот гаджет управляет этим контролом. Как вы видите, у расширения Extension Dial TextBox Helper существует куча свойств, которые вы можете использовать для настройки этого элемента. То есть, если, к примеру, вы написали в вашем текстбоксе какой-то элемент с помощью прокрутки этого элемента, вы можете его, соответственно, изменять, если у вас настройка, к примеру, StepValue указана единица. То есть, увеличение значения в этом текстбоксе будет происходить на увеличение до максимального нуля и минимального значения 100. Следующий элемент это свойство TextBox Mask. Оно позволяет пользователю более легко вводить текст фиксированной ширины в элементе управления TextBox, где вы хотели бы, чтобы они вводили данные в определенном формате, например, номер телефона или же почтовый индекс. Давайте вкратце расскажу, как же это работает. Разработчик добавляет свойства маски, чтобы конечный пользователь не вводил какого-либо другого формата, кроме обязательного. Свойство TextBox Mask имеет три сборки в переменных символах. Первый это A, который представляет символы от A до Z. Второе это числа, то есть девятка, которая представляет от 0 до 9. И звездочка, она представляет собой или же A, или же 9, то есть или текст, или буква. На практике, я думаю, все это будет понятно, но как вы видите с нашего примера, который изображен внизу, мы установили нашу маску для нашего TextBox, которая говорит, что нам нужно вводить число, символ, число, символ, символ, число, символ. Ну и далее мы можем ввести или же символ, или же число. Свойство TextBox Regex позволяет проверять текст с использованием регулярного выражения или с использованием встроенных типов проверки. Как работает это расширение? Оно очень похоже на прошлое, но чутка с иными свойствами. Разработчик добавляет регулярное выражение для проверки достоверности текста в TextBox с регулярным выражением Regex собственности или от выбора Validator Type собственности на TextBox. Валидация имеет два режима, это Validation Mode. Первый обычный, который установлен по умолчанию. Этот тип установлен, свойство прикрепленного текстблок из Valid к значению False или же True, который возвращает вам значение. Является ли текст в TextBox действительным или же нет для свойства Regex. Ну и второй режим валидации, это Forced. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы ITVDN.